привет уважаемые любители орду пилота в этом видео я расскажу и покажу как подключить несколько датчиков тока или напряжения к одному полетному контроллеру так поехали имеется у меня такой полетный контроллер racer star f405 wing nano который я хочу использовать в новом проекте который выслал и водился у меня после продажи за hd dart 250g до помянем это многострадальный самолет он уехал к новому хозяину качестве датчика тока я планирую использовать вот такой датчик тока фирмы allegro acs 758 его особенность в том что он именно на эффекте холла то есть не на эффекте шунта то есть то есть не использует шунт с падением напряжения а и использовать именно электромагнитная боли для того чтобы измерять ток протекающий через проводник плюсы данного датчика тока это то что во первых он переваривать очень большие токи там до 150 ампер постоянных на нем нету практически никакого падения напряжения потому что это цельный проводник без резисторного шунта также он имеет полную гальваническую развязку то есть вот эти вот пины там vcc gnd out они полностью изолированы от вот этих силовых проводов минусы а минусов практически по моему и нету данного типа датчика тока если что дороговизна и больший вес полетный контроллер данный racer star f-405 wing nano имеет схемотехнику аналогичную абсолютно мотеку мотеку f-405 wing поэтому и документацию я буду использовать с сайта мотек мотек f-405 wing имеет встроенный датчик тока поэтому существует два варианта подключения второго внешнего датчика тока это за место родного шунта но это нужно перепаять полетный контроллер что не хотелось бы делать второе это найти какой-нибудь аналоговый пин и подпаяться к нему благо на данном полетном контроллере он присутствует на полетном контроллере мотеков 45 wing имеется пин промаркированный rssi сюда предполагается подключать аналоговый раз а сами какого-то приемника который не имеет данных по 1 сай данных о rssi по с басу либо по протоколу данной документации не указано какой пин является раз сайном крайне мере я это не нашел поэтому пришлось маленько покопать и открыть описание этого таргета мотеков 405 wing и вот как видно пин который отвечающий за rssi имеет цифру 15 теперь нужно пойти в мишен планы подключиться полетному контроллеру найти раздел бат и в этом разделе изменить бат карант пин со стандартного 11 на 15 тот что я вот нашел в пайлике hvdf . дат на мотеков 45 wing что я сделал поскольку датчик только используется не стандартный то необходимо батампер вольт поэт параметры нужно настроить быть вручную а также настроить параметр бат амп offset как это делается во первых необходимо найти дата шит на ваш датчик тока данном случае мне используется 100 амперный и не direction и я смотрю вот эти параметры тут указано что чувствительность у него 40 милливольт на ампер питай я его от 5 вольт я бы такую цифру бы сюда и указал но но я его питают 3,3 вольт что вносит некоторые искажения на этом сайте я узнал что при питании его от 3,3 вольт необходимого данную эту чувствительность найденную в даташите 40 надо поделить на 0,66 и мы получим нужное число которое нужно вот сюда вот вбить в mission planner то есть я нахожу я беру это число 40 делю на 0,66 потому что его питание от 5 вольт а 3,3 и получаю цифру 60 вот эту цифру я сюда и вбиваю 60 бат амп оффсет необходимо указать то напряжение которое есть на выходе датчика без какой либо нагрузки то есть это можно замерить мультиметром и просто его туда вбить также на этом ресурсе где я нашел про вот это вот вот эту формулу также подтверждается напряжение смещения а ну вот выходное напряжение 0,12 умноженное на напряжение питания то есть выходное должно быть 0,396 но поскольку видимо напряжение не совсем 3,3 вольта то и измеренное напряжение чуть поменьше и после этого датчик тока показывает правду также арду палат позволяет подключать до 9 датчиков тока и напряжения в данном случае активе меня только 1 и для того чтобы задействовать допустим 2 датчик тока я в разделе bet2 монитор ставлю единичку в райт и refresh парамс хорошо заполнился второй раздел бат 2 в нем я могу могу указать встроенный датчик тока а вот его я как раз настрою по этой вот методички то есть бат карантин я пишу 11 она сама заполнился карен и на 11 ампер вольт 30 и 5 31 и 5 бат монитор я укажу аналог voltage and current 4 и отключу pin датчика напряжения зачем его два раза считать да вот таким вот образом wordplay не можно устроить два датчика тока а если полетный контроль позволяет больше аналоговых входов допустим какой-нибудь пикс хок кто и больше датчиков напряжения поскольку на и в 405 wing насколько я знаю больше аналоговых входов не имеется к сожалению если данное видео было полезно ставь лайк подписывайся на канал пока пока